Привет, друзья! Сегодня у нас Skype Call с Валерией Миляковой. Она продюсер онлайн-школы «Прически». Она учится на 13-м потоке Акселя. Её финансовый результат – 350 тысяч. В прошлом году у нас экспертом Екатериной, правильно, заработала 4 миллиона 200 тысяч благодаря обучению в Акселераторе. И заработали эти деньги, а не именно в офлайне, потому что применили знания, которые получили в Акселераторе, в офлайн-бизнесе. И сейчас потихонечку переходят в онлайн. Да, всем привет! Всё так и есть. У нас онлайн-школа по прическам. Катя Пик. Катя Пик – эксперт и моя подруга. Как вы познакомились со своим экспертом? Расскажите. Это такая интересная история. Я сама из города Воронеж и приехала в Москву в 2007 году. Снимала квартиру, и хозяйка говорит, что... Лер, ну ты... Точнее, я снимала комнату. Лер говорит, ну у тебя одна комната, а вот сейчас нужно найти девочку в другую комнату. Я говорю, ну хорошо. И входит Катя Пик и говорит, привет, Лера, я буду с тобой жить. Вот так мы познакомились. Это было в 2007 году. И Катя работала в салонах красоты, я работала в сфере организации мероприятий и маркетинга. А с помощью Акселя мы поняли, что мы еще можем сделать и совместный бизнес. Поэтому я являюсь ее продюсером, она моим экспертом. Ну вот как вы поняли, что у вас совместимость? Не знаю, астропрогноз или вы сразу почувствовали, что вот да, это мой эксперт? Я сразу почувствовала, что это мой эксперт, потому что эти все разговоры на кухне, они постоянно были долгими и душевными. И Катя всегда говорила, я хочу быть известной, я буду известной, я люблю делиться своими знаниями. И она когда рассказывала, какие она перевоплощения делает с женщинами, какие женщины у нее довольны уходят после окрашивания, после стрижек, я видела этот блеск в глазах, я действительно заряжалась ее энергией. И вы знаете, уже тогда у меня крутилась мысль, блин, я хочу продюсировать, я хочу рассказывать всем, какая крутая Катя Пик. Я в нее поверила, и до сих пор я верю, и по-моему у нас все идет шаг за шагом, потому что слышу у себя на потоке, что вот есть проблемы с экспертом, вот мы не нашли общего языка, мы все-таки расстаемся. Да, у нас бывают какие-то общие недопонимания, но мы стараемся искать бизнес-аргументы, приводить примеры со школы Акселя, если есть какие-то успешные кейсы. И вот именно такие вещи нам помогают конструктивно вести диалог и принимать общие решения. Я правильно понимаю, что вы сначала начали с ней оффлайн-бизнес? Да, у нас сначала оффлайн-бизнес получился так, что я ей помогала в их проектах оффлайна, когда они собирали небольшие, скажем так, женские клубы и обсуждали там вопросы красоты, вопросы прически. И вот вместе мы начинали именно с этого, а потом перешли в онлайн. То есть сколько времени прошло между оффлайном и онлайном? Так, онлайн мы начали в августе прошлого года, онлайн у нас 10 месяцев, а до этого был оффлайна, ну, наверное, таких активных 2 года. То есть вы запускались на горячую аудиторию, на тёплую аудиторию, правильно, которая была у Кати? Да, мы запускались на её клиентов, да. Продажи шли откуда? С Инстаграма? Да, первая и самая сейчас успешная наша сеть — это Инстаграм. Именно оттуда идут клиенты, мы там проводим и прямые эфиры, подогреваем сториз, постами. Есть у нас ещё тоже группы ВКонтакте и Фейсбуке, но они пока не такие, скажем так, успешные по сравнению с Инстаграмом. Ну, расскажите, Валерия, вот у вас был заработок в оффлайне, я правильно понимаю, что это был как бы непровальный бизнес, это бизнес, который шёл, но вы поняли, что вам не хватает чего-то, что вам нужно масштабироваться, или что у вас больше перспективы в онлайне. Как вы поняли, что нужно перестраиваться, и нужно ловить волну и выходить в онлайн? В какой момент? Я это поняла в феврале 2018 года, в прошлом году. У меня была хорошая работа с приличным заработком, с постоянными командировками за рубеж, мы организовывали конференции, делали мобильные приложения, и я поняла, что я выкладываюсь 24 на 7, у меня совершенно не хватает времени на семью, скажем так, время идёт, и я поняла, что я хочу более современную профессию с большим количеством свободного времени, и у меня есть мой психолог, она говорит, Лер, ты знаешь, есть такой инстамарафон, посмотри, сходи. Я зашла, там увидела спикеров, Сергея Капустина и Дмитрия Юрченко. Узнала, что есть такое онлайн-образование, что и тут-то у меня сразу в голове, конечно же, появляется моя подруга Катя Пик, и я понимаю, что супер, у меня ещё есть эксперт. И всё так получается, что у меня цель была создание семьи, скажем так, больше времени уделять своей семье, создать семью, и, скажем так, обучиться новой современной профессии. И что я получаю сейчас? Я получила предложение от своего молодого человека, я выхожу замуж, у меня куча свободного времени, я работаю из любой точки мира, и с нашим экспертом, слава богу, хорошее отношение, и наш бизнес развивается, количество подписчиков растёт, и продажи есть. Так что из оффлайна тоже получаем денежку, и понемножечку вкладываем её в онлайн. Вот такая история. Какой сейчас финансовый результат в онлайне? Мы заработали 350 тысяч с Катей. Если говорить про время, ну, наверное, вот это 4 активных месяца. Второй месяц у нас было где-то 50, потому что мы создали сначала такой модуль, скажем так, с маленьким ценником. Нас учили в школе, что сначала мы что-то даём бесплатно, мы давали наши уходы бесплатно, проводили вебинары бесплатные, и создали курс по локонам. Как создать локоны? Вот именно с этого мы начинали, а потом мы увеличивали наш продукт, увеличили стоимость модуля, и потом уже, наверное, второй месяц уже был, ну, 1070, а сейчас 100 тысяч. Вы консультируете онлайн-проекты, я правильно поняла? Да. То есть вы получили знания в акселераторе, и почувствовали, что вы можете консультировать других, да, по развитию онлайн-проекта? Да, у меня друзья, когда узнавали, что я учусь в акселераторе, они говорят, о, прикольно, слушай, а вот расскажи, пожалуйста, как ты, как начать? То есть у ребят были какие-то знания урывками, но они не знали, с чего начать. Плюс это, скажем так, первая группа, а вторая группа, которые были предприниматели успешные в оффлайне, но когда они начинали действовать так же в онлайне, у них не получалось. И они спрашивали советы, Лер, а почему? А что, в онлайне всё-таки действуют другие законы? Почему вот в оффлайне у меня на моих курсах есть прибыль, а вот в онлайне пока не получается? И вот вместе с ними я садилась и делилась знаниями, которые я приобрела в акселе. Всё-таки как надо, из чего начать и какую структуру выстроить. Вы пришли в акселератор. Что было сложно? Что было легко? Какие впечатления были от начала обучения и как дальше оно развивалось? Вы знаете, сложно было изменить своё мышление. Вот Дима когда говорил, что с чего начать, мы избавляемся от токсичных людей. И я поняла, что я мыслю совершенно не так, как должен мыслить предприниматель. Всю свою жизнь я работала в найме. И я постоянно винила своих каких-то неуспехов начальника, ещё кого-то. То есть я снимала ответственность с себя и постоянно говорила, что блин, ну я с своей стороны сделаю всё возможно. А тут я поняла, что если я веду свой проект, то вся ответственность лежит полностью на мне. Я ответственна за все свои косяки, за все свои победы, за свои все успехи. И вот это переключение в мышлении от недовольства работодателем и взять ответственность на себя, вот этот момент мне дался сложно и он потребовал больше всего времени. Знаете, у меня даже изменился круг общения. Я очень боялась, честно говоря, онлайна с одной стороны, что ну как это так, это что онлайн, вот я буду сидеть за компом и больше не буду ездить на бизнес-встречи. Знаете, оказалось, что здесь гораздо больше бизнес-встреч, больше единомышленников. У нас есть группа в WhatsApp, у нас с Акселем мы вместе бегаем, мы каждый месяц встречаемся, мы обсуждаем наши результаты, мы делимся секретами, кто как, к какому успеху пришёл и какими способами. И встречи даже стало больше. Поэтому с точки зрения сообщества и круга единомышленников это, конечно, очень сильный плюс. Я, скажем так, с помощью одного или двух человек могу получить нужный мне контакт или нужную мне информацию, которой мне не хватает вот в моём пазле. Те, кто ещё, допустим, не учится в Акселераторе, да, они не совсем понимают изнутри, как строится вся эта кухня. Расскажите про кураторскую поддержку, про то, как помогают резидентам. У меня есть личный куратор, который каждую неделю мне звонит, и мы с ним обсуждаем текущие результаты. Если у меня есть где-то затык, например, по вебинару, мы записали вебинар, я вижу, что где-то у нас что-то недоработано, отправляю к куратору, все мои вебинары просматривают, сообщают мне обратную связь. И на основе этой обратной связи мы постоянно улучшаем наши вебинары. Если у меня тоже есть какие-то вопросы относительно целевой аудитории, мне всегда сообщат контакт, с кем я могу проконсультироваться именно детально по тому или иному вопросу. И еще, если говорить, конечно, про Аксель, тоже в группе пишут, что у многих не сразу получается, что вот месяц прошел, я ничего не заработала или там три месяца не заработала. Я знаю одно, что есть такой закон, закон нелинейности изменений и закон цельности изменений. То есть если вам кажется, что вы никак не изменились и ничего не достигли, это совершенно не так. Потому что благодаря Акселю у меня изменились все аспекты моей жизни. Круг общения, финансовое благополучие. Я наконец-таки встретила молодого человека. То есть вот так, да, что я изменилась целиком. Поэтому если сейчас кажется, что ничего не меняется или вы стоите на месте, то это совершенно не так. Вот как бамбук. Бамбук под землей пять лет проводит, а он считается, что быстрее всего растет. Так и мы с Акселем. Сначала мы набираем в себя знания, умения, информацию, а потом уже это все выдаем в мир. Расскажите про ваш запуск. Как вы вышли в онлайн? У вас был вебинар. Как вы это делали? Да, мы выходили в Аксель с вебинаром. Но сначала, конечно же, сделали лендинг. У нас ушло где-то три недели на создание первого модуля. То есть мы следовали полностью рекомендациям Акселя. Минимальное вложение. Поэтому видеограф был друг, который нам согласился. за большое спасибо сделать первые уроки. Гет-курс я сама по полочкам разбирала, как там все это настраивать. И ленд я тоже делала сама. И я благодарна Акселю за то, что ребята говорят, открывать свою школу с минимальными вложениями. Потому что ты тогда видишь сама, как это сделать, как лучше сделать. Ты начинаешь гуглить, и у тебя появляются новые знания. Поэтому, когда меня сейчас привлекают другие проекты, и я смотрю, как делают, например, видеографы, я понимаю, что лучше сделать по-другому. Вот. То есть, потому что я сама стала видеть, благодаря вот этому моменту, что мы ничего не покупали, а делали все сами. с минимальными вложениями. А сейчас команда расширилась? Да, команда расширилась. Эксперт. У меня есть еще бизнес-партнер. И у нас три девочки, которые проверяют домашние задания. То, что вы научились делать сами, наверное, облегчило поиск команды. То есть, вы знали точно, так или не так надо делать, да? Да, совершенно верно. Плюс я понимаю, даже по время затратам. Ага, это функция. Внедрение этой функции мне нужно там... Займет 10 минут. Окей. Значит, это априори не может стоить 3000 рублей. Поэтому... И действительно, я понимаю сама сейчас терминологию и по настройке GetCourse, и по LandDum, и по Target. И могу вести диалог и задавать релевантные вопросы соискателям. Да. А как вы это сделаете? А почему так дорого? А по времени? Почему так долго? Ну, то есть, это действительно очень полезный навык в своём деле. Сколько всего человек отучилось за это время у вас? Вот на данный момент у нас отучилось с текущими учениками 35 человек. 35 человек. И сейчас... Вы повысили стоимость пакета, она стала выше, да, чем на старте, правильно? Да, она стала выше, чем на старте. И мы делаем такое модульное обучение, то есть, можно купить один модуль, можно купить несколько модулей в одном пакете. То есть, некий такой пазл, который может клиент сам для себя сложить и подобрать под себя. Сколько стоит пакет самый минимальный и самый максимальный? Ну вот мы до сих пор продаём локоны за 1250 рублей. Вы сказали, что запустились с минимальными вложениями. Сколько, примерно, денег было потрачено на запуск? Мы сразу купили годовой абонемент на платформу GetCourse. От Акселя там очень хорошая скидка. Мы заплатили 18 тысяч. И Тильда 3 тысячи рублей. Вот с этим мы стартовали. Тильду купили сразу для создания лендов и сайта. Сами делали все странички. И GetCourse – площадка для уроков. То есть, 21 тысяча? Да. Совсем немного. То есть, слова Димы о том, что больше 50 тысяч тратить не надо, вы с ним согласны, да? Вот сейчас, оглядываясь на свой проект и получив вот этот опыт, я полностью могу сказать, что да, совершенно согласна. В свой проект в начальных стадиях нужно вкладывать минимально, а максимально стараться самому разобраться во всех структурах и во всех площадках. Вы ощущаете в ходе ведения своей онлайн-школы по прическе, что есть какой-то потолок или потолка в онлайн-бизнесе вообще нет? Что я имею в виду? Возможность масштабировать, то есть, возможность расширять бизнес до определенных границ, аудитория, насколько можно ее расширить, продукт, насколько можно делесифицировать. То есть, можно ли увеличить заработок или еще как-то сделать продукт более востребованным у клиента? Я считаю, что мы находимся только в самом-самом начале пути, поэтому для меня сейчас нет границ в плане того, что я вижу, куда мы идем, куда я хочу прийти. И я считаю, что это такой бизнес действительно безграничный, с возможностью масштабироваться, поэтому, да, возможностей много. Главное понимать, чего ты хочешь, потому что сейчас действительно жизнь дает нам огромные возможности, и это я поняла благодаря акселератору. Скажите, выделите три основных полезности, которые вам дал акселератор. Первое — это структура онлайн-бизнеса, то есть вот та самая база, база знаний. Да, второе — это люди, которые всегда поддержат, которые всегда дадут волшебный пендель или простимулируют тебя. И третье — это, наверное, стиль жизни, что сейчас я свободна, сейчас у меня больше маневров в моей собственной жизни. Вот эти три основные аспекта. Какие еще каналы развития вы считаете, что можно использовать сейчас для онлайн-школы? Вот и вы Инстаграм использовали, правильно? Еще какие-то есть, наверное, перспективы? Честно говоря, хочу уделить дальше больше внимания ВКонтакте. Мои друзья все сидят в Инстаграме, а я знаю, что регионы больше любят ВКонтакте, а мы туда пока еще не входили. Дайте какой-нибудь совет тем, кто сейчас хочет открыть свою онлайн-школу, но еще сомневается, думает, что риски слишком высокие, боится отказаться от прежнего образа жизни, что-нибудь такое. Надо, ребят, надо сделать первый шаг, надо просто сделать. И все. И больше не бойтесь. Если у вас есть понимание, чего вы хотите достигнуть, и это действительно ваша цель, то вы ее обязательно достигнете. Главное, просто каждый день предпринимать конкретные шаги. Вот, пожалуй, самый главный совет. Кому стоит идти в акселератор? С какими расстанностями? Каким людям? Я считаю, что в первую очередь сужу по себе девушкам и женщинам, которые хотят больше времени проводить со своими близкими, родными, с семьей, которые хотят иметь свободный график, не зависеть от найма. Вот. И есть у меня тоже друзья-мужчины, которые тоже ушли с найма и прекрасно работают над своими онлайн-проектами. Онлайн-бизнес имеет перспективы в России? То есть это рынок, который будет увеличиваться только? Я чувствую, я чувствую, что да, еще год до два, а может быть полтора, рынок будет расти, а потом, может быть, пойдет на спад, потому что уже сейчас с каждым днем все больше и больше открывается онлайн-школ, некоторые уже устали от этих бесплатных вебинаров, все хотят научить. Вот. Поэтому есть еще время запрыгнуть в этот поезд, но чем дальше, тем этого времени становится меньше. Выделите какие-нибудь три качества, которые помогли вам в открытии онлайн-бизнеса? Это целеустремленность, моя настойчивость, которая граничит с упрямством и такой даже некой упертостью и коммуникативность. То есть все-таки это бизнес про людей и для людей. То есть уметь договариваться с партнером, уметь узнать информацию у своих коллег, узнать у целевой аудитории какие есть боли и какие есть потребности. То есть вот это такая черта, наверное, коммуникации, может быть, любовь к людям. Я считаю, что все можно получить через других людей у друг друга, скажем так. То есть нетворкинг очень многое решает. Да. Спасибо, Валерия. Очень было приятно с вами пообщаться. Желаю вам новых модулей, новых курсов. Не уверена абсолютно, что у вас все получится. Желаю свободного времени и чтобы в семье тоже все было гладко. Спасибо, Александр, большое. Удачи, хорошего дня. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова